Начало зимы у травматологов горячая пора. Если в обычный день доктора принимали в среднем по 60 человек за сутки, то сейчас количество не устоявших на льду выросло больше, чем в два раза. 10 числа у нас 74 человека, 11 числа уже 107 человек прием. И вчера у нас был так называемый годовой рекорд. Вчера доктора за сутки приняли 137 человек. Руслан Казаков вечером гулял с друзьями и поскользнулся на обледенелом тротуаре на одной из саранских улиц. Упал и почувствовал боль в области поясницы. Пришлось обращаться за помощью в травмпункт. Гуляли с друзьями. Там спуск около этого техникума и лед. Из-за того, что темно, не видно было. И просто летели. По словам специалистов, последние три дня в травмпункте пациентов больше обычного. В основном с ушибами и переломами. По большей части это люди среднего возраста. Но в очереди много тех, кому за 60. Сплошной лед. Я хотела, немножко асфальт поставить и сразу раз и упала. И песком не посыпано вообще. Опасно столкнуться с переломами в пожилом возрасте. Ткани уже не так быстро восстанавливаются, говорят медики. Устоять на скользкой дорожке не так просто. Отсюда переломы, растяжение и ссадины. К обеду в очереди к доктору уже не так много народу. Но вечером медики снова ожидают большого наплыва пациентов. Люди будут возвращаться с работы и занятий домой по скользким улицам. И снова будут получать травмы. В основном травма идет. Это травма голеностопного сустава. Это перелом лодыжек. Перелом лучезапястного сустава. Это перелом луча в типичном месте. И перелом ребер. Чтобы не получить перелом или вывих, нужно руководствоваться простой памяткой при выходе на скользкие участки. По ледяному участку передвигаться небольшими скользящими шажками. Наступать на всю подошву. Ноги слегка расслабить в коленях. Но если вы все-таки подскользнулись, присядьте. Чтобы снизить высоту падения. И постарайтесь сгруппироваться. Температурные качели так синоптики называют то, что происходит сейчас с погодой. Вещь коварная. Поэтому горожанам советуют выбирать удобную обувь и обходить опасные участки. Анастасия Суркова, Игорь Гангаев. Наши новости.